Я точно знаю, какой для меня день календаря Беловежские соглашения. Я в тот момент, когда они провозглашались, находился в Бресте, буквально там в каких-то нескольких десятках километров от, собственно, этой деревни Вискули, где это все подписывалось. И когда по телевизору прозвучало то, что подписаны соглашения, что Советский Союз не существует, я отнесся к этому как к смерти. К смерти, значит, вот к чего-то близкого. Это страна, в которой я родился, в которой я до этого прожил, собственно, вела я всю жизнь, и вот она не существует. Это большая часть меня. И, конечно, каждый человек, тем более проживший в Советском Союзе, к тому моменту я там уже 20 лишним лет прожил, он имеет какой-то позитив, какой-то негатив, опыт различный общения с собственным государством или жительствования в данном обществе. Но это настолько близкая речь тебе, это как родители. Есть там папа и мама у тебя, которые тоже тебе самые близкие люди, про которых ты можешь вспоминать очень много теплых, счастливых моментов. Да, но в то же время, как правило, самые близкие люди, им труднее всего что-то простить. Чаще всего, больше всего, там, ненавидят друг друга тоже близкие люди. Супруги там, бывшие, к примеру, или дети-родители, да, возникает вот эта ситуация, там, братья родные и сестры враждуют и так далее. То есть и близкая, и любовь, и ненависть вся, она здесь переплетается. Так вот, когда состоялось, умирает кто-то, да, вот, например, там, из близких людей, внутренне что-то происходит, вот, в бессознательном, да, в каком-то. То есть это происходит буквально в один момент. Представить себе это заранее невозможно. Вот можно там себе сказать, а вот представим, что у меня кто-то там из близких умер, и ты внутренне не изменишься. Но когда этот человек действительно умрет, ты понимаешь, у тебя что-то происходит внутри, и все негативные моменты с ним связаны, они уходят куда-то на второй план, и вспоминается, как правило, позитивное что-то, и человека жалко становится и так далее. Вот примерно то же самое у меня случилось с Советским Союзом. То есть когда случилось вот это его разрушение, то у меня остались такие светлые только воспоминания. И все претензии ушли на какой-то второй план. То есть для меня Советский Союз стал чем-то таким монументальным, как памятник такой большой, да, который остался в истории таким большим-большим проектом. Причем, если уж на самом деле смотреть, Советский Союз не единый там феномен, да, это много феноменов есть, феномен там революции, да, когда возникал Советский Союз. Непманский Советский Союз, это совершенно другое. Сталинский Советский Союз, это совершенно третье. Хрущевский, четвертое. Брежнев, пятое. Горбачевский, шестое. То есть как минимум шесть этапов, и они очень противоречат друг другу. Совершенно разные общества, с разными ценностями, разными принципами и так далее. Но мы должны эти принципы все изучать, принимать, относиться к этому как к нашей истории, как к всему, именно своему, а не чему-то чужому, и относиться к этому с почтением. Как вот говорил Лермонтов, да, значит, храм оставленный, все храм, кумир поверженный, все бог. То есть как бы не было разорено святое место, оно все равно остается святым, намоленным и так далее. И в этом смысле Советский Союз, это то, во что вкладывали в жизни сотни миллионов людей. За то, за что они боролись, умирали и так далее. Это настолько как бы мощный сбусток энергии, сконцентрированный, да, в котором жили там наши бабушки, там, отцы, там. Они не просто жили, они его создавали, они там творили и так далее. Мы не можем это как бы отвергать и ненавидеть, потому что это вообще часть нас, нашего рода, нашей истории. Это бороться с этим, это там говорить, что ты просто там, ну, это все равно, что бороться с собой. А тот, кто боится с самим собой, как бы отрицает часть себя, тот себя же подрывает, потому что, как бы, дом разделившийся не устоит, да. Поэтому с благодарностью нужно относиться к Советскому Союзу и с почтением. Продолжение следует...